9 утра в регионе в эфире телеканала России Вести Ульяновск в студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте! И вот о чем будем говорить сегодня. В региональной столице продолжается строительство нового моста через Свиягу, а также реконструкция Минаевского. На каком этапе работы? А на Сельдинском шоссе подключают новое освещение. Это позволит сделать трассу безопаснее. А также в Сенгелеев возведут маяк и благоустроят местную набережную. Какой будет душа Волги? И увидеть, как собирают самолеты уже скоро смогут туристы в регионе, намерены развивать промышленный туризм. Подробности узнаем у инициатора проекта. Итак, Сельдинское шоссе станет безопаснее и светлее. Сейчас там возобновили монтаж освещения от проспекта Нариманово до поворота на поселок городская усадьба. 139 опор установили еще в прошлом году, а сейчас рабочие фиксируют светодиодные светильники и монтируют самонесущий изолированный провод. Протяженность линии составляет данного участка километра 300 метров. Планируем включить данный участок до конца этой недели. На данном участке будет светодиодное освещение. По завершению данного участка будем продолжать уже в другом направлении. Аналогичные работы на втором участке будут выполнены от поворота трассы до въезда в СНТ залив 1 и залив 2. Его протяженность составляет 2400 метров. Вопрос очень большая была. Безопасность движения на сегодняшний день, она, естественно, превыше всего. Обращений поступало много, так как были и аварии, и какие-то неприятные ситуации. Поэтому на сегодняшний день по соглашению с администрацией города Ульяновска и Ульяновской городской думы, нашего комитета по развитию пригородных территорий, выполняются вот эти работы. Кроме того, ведется монтаж ряда новых участков уличного освещения. Самый масштабный из них в кварталах многодетных семей Г и Д. Его протяженность 9 километров. Освещение вдоль дороги планируют включить до конца июля. Также зажгутся фонари на проезде нефтяников и улицы Новой в поселке Пригородный. Новый мост через Свиягу перешел на очередной этап строительства. Там начали собирать пролетные строения. Почти 900 тонн металлоконструкции изготовили на заводе Вулан-Удэ. Сейчас их постепенно доставляют в Ульяновск. О надежности деталей и сроках окончания работ Дмитрий Емельянов. Уникальные кадры. Это элементы нового моста через Свиягу. Сейчас их собирают на заводе Вулан-Удэ. Конструируются и прорабатываются главные балки, а также поперечные ригели. Сейчас полным ходом в изготовлении идет по всем цехам. Первый металлоконструкции выходит уже на этап окраски. Играешь во время какого-то отгружения на панше. Машины, груженные крепежными метизами, уже пришли в Ульяновск. До конца июля нам доставят 300 тонн металлоконструкций, а общий их вес составит 900 тонн. За качество элементов моста Вулан-Удэ отвечают. За их плечами 50-летняя история строительства, начинала с которой с БАМа. Мост на Свиягу. Вот мы открываем. Заказы от 327 к 333. Оригиналы сертификатов. Мы их приобрели. Металл на уральской стали. Полностью все идет в соответствии с химсоставом, механическим испытаниям, свойствам. Все по ГОСТу. Металл сертифицирован. В Ульяновске тем временем готовят временные опоры, на которых будут соединяться пролетные строения. Монтаж по мере поступления будем производить как справа, так и слева берега. В том числе в объемы входит и сборка укреплительных ригелей. Четырехполосная переправа, соединяющая улицы Смычки и Шевченко, должна открыться в конце этого года. На реконструкции Минаевского моста сейчас ежедневно задействовано 50 специалистов. Главная их задача на данный момент – приподнять переправу на 50 сантиметров. Для этого балки с помощью крана повышенной грузоподъемности приподнимают и наращивают новые подформенные площадки. Эти ювелирные работы проводятся ночью, чтобы не перекрывать движение в дневное время из-за свияжья в центр. За всеми действиями моста строителей осуществляется строгий контроль. На данный момент подрядная организация готовит бетонную поверхность под сдачу под гидроизоляцию. После приемки данной конструкции будет производиться обмазочная гидроизоляция. Работы на мосту по улице Минаева ведутся в условиях плотного городского трафика. Но, несмотря на все сложности, подрядчики стремятся соблюдать утвержденный график и обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию самой переправы и примыкающих к ней развязок. Средняя и правая часть моста должны быть готовы в этом году. Дмитрий Емельянов, Вести, Улан-Удэ, Ульяновск. К другим темам. 400 миллионов на собственные нужды. Такую сумму похитил ульяновский застройщик у участников долевого строительства. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробностями с нами по телефону поделился старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. Как установлено органами предварительного расследования, 62-летний соучредитель общества с ограниченной ответственностью Запад и специализированный застройщик Центральный организовал привлечение инвестиций в изденежных средств, предлагая гражданам приобрести квартиры, возводимых фактически руководимыми им коммерческими организациями в многоэтажных домах в Засвияжском и Заволжском районах города Ульяновска. При этом значительную часть поступивших денежных средств он израсходовал по собственному усмотрению на иные цели. Данные преступные действия повлекли в период с октября 2017 по октябрь 2020 годов причинение Министерству имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области, а также участникам долевого строительства жилья имущественного ущерба на сумму более 400 миллионов рублей. Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сенгелей в ожидании большого туристического потока. Сейчас там стремятся завершить благоустройство набережной Душа Волги. Проект «Тижда гладь» стал победителем всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. Строительные работы в райцентре начались еще весной, а по их окончании на берегу зажжется маяк. Все подробности у Эллы Шаховой. Проект «Душа Волги» в Сенгелея – вторая очередь в создании образа цельной набережной. Ключевой арт-объект – маяк на берегу реки. Его высота – 18 метров. Это с восьмиэтажный дом. Рядом с маяком появится кафе и летняя эстрада с навесом. На текущий момент ведется возведение маяка, но это самый такой технически сложный момент. Укладывается тротуарная плитка параллельно уже, ну процентов, наверное, 50 уже точно сделано. Борт камень. Малой архитектурной формы ведется монтаж. В данный момент это теневые навесы, перголы. Затем уже будет выполняться работа по монтажу кафе. Еще одной площадкой благоустройства набережной в Сенгелея станет аллея памяти в сквере Пушкарева, где установят настил над водой, а также молодежный парк с танцплощадкой. Общая площадь благоустройства – 3 гектара, а стоимость проекта составит более 100 миллионов рублей. Начали с реконструкции строительства нашего городского пляжа, местом отдыха воды. И вот проект «Душа Волги» он как бы замыкает концепцию, то, что население и гости могут пройти по всей набережной, при этом элементы разного характера, разной направленности. Авторы проекта предполагают, что за год парк посетят 230 тысяч человек. И в районной администрации уже задумались о возрождении речного судоходства, которое 30 лет назад доставляло в Сенгеле пассажиров, а также грузы. Но ближайшая перспектива – завершение реконструкции набережной. Срок – ноябрь. Элла Шахова, Денис Миронов, Вести Ульяновск, из Сенгелеевского района. В регионе планируют развивать промышленный туризм, а значит, своими глазами увидеть, как собирают самолеты, автомобили и не только смогут тысячи россиян из самых разных уголков страны. О том, как намерены повышать туристическую привлекательность Ульяновска, расскажет директор Центра развития предпринимательства Александр Каравашкин. Александр Олегович, доброе утро. Доброе утро. Какие предприятия в будущем смогут посетить туристы и с кем уже удалось договориться? Уже сегодня в нашем городе есть развитый авиационный и автомобильный кластер. Авиационный кластер поставляет из себя такие крупные предприятия, как Авиастар, Аэрокомпозит и, соответственно, турист, который приехал в наш город, если он заинтересован в авиационной промышленности, увлекается авиацией, он может вначале посетить музей авиации под открытым небом, который у нас находится рядом с аэропортом, и затем уже приехать на Авиастар и посмотреть, как собирают самолеты, как строился, создавался этот завод. И уже сейчас завод ведет работу над созданием интерактивной зоны, где любой желающий может создать, разработать и собрать какую-то деталь самолета своими руками прямо на предприятии. И следующим же шагом станет возможность увезти с собой какой-то сувенир оттуда, связанный с авиацией. Это уже есть экскурсии на сегодняшний день. И также, что касается автомобильного кластера, то есть можно посетить УАЗ, посетить конвейер. Мы однозначно должны все понимать, что предприятие, оно стратегически значимое, и не во все цеха, к сожалению, пустят. Но экскурсия устроена так, что гость сможет увидеть весь цикл производства, осознать его и, возможно, даже посидеть в кабине как самолета, так и свежевыпущенного УАЗа. И мы должны помнить, что крупные предприятия есть не только в нашем городе, а еще есть в регионы в целом. То есть, к примеру, есть завод «Полесе», который находится в Интрограде. Это знаменитая многим фирма, выпускающая детские игрушки. И уже сейчас можно прийти туда, посмотреть на современное чистое производство, безопасное для детей, для гостей, для заводчан. И плюс большой того, что предприятие открывает свои двери, то есть каждый может убедиться в качестве производства, в качестве выпускаемой продукции. Так, хорошо. А кого еще планируете привлекать к этой работе? Первый шаг, который запланирован, который делается сейчас, это отлаживание взаимодействия с этими тремя предприятиями. И уже следующим шагом станет расширение пула предприятий из авиационной тематики, потому что это и есть большой запрос. Общаясь с коллегами из других городов, многие говорят, что «Вау, у вас самый крупный грузовой самолет, выпускаемый сегодня, делается в вашем городе, а можно посмотреть. Ведь почти полный спектр производства находится в нашем городе. То есть есть аэрокомпозит, есть другие крупные предприятия, как промтех, и каждый из них в той или иной степени готов к тому, чтобы открыть свои двери». Да, но не даром Ульяновская авиационная столица России. Александр Олегович, туристы — это всегда дополнительные средства в бюджет, а вот какую пользу от развития этой отрасли смогут получить жители нашего региона? Когда турист приезжает в город, он захочет сходить на обед, воспользоваться смежными услугами, возможно, там, прокат скутеров, велосипедов, мопедов, посетит музей, воспользуется услугами такси. И все это дополнительные средства, как в бюджет за счет налогов и, соответственно, создание новых рабочих мест. Чем больше туристов, ну мы понимаем, что это количество в любом случае, оно имеет свой потолок, предел, который нельзя преодолевать. Чем больше туристов, тем больше новых рабочих мест, тем больше средств в бюджете, которые можно будет потратить на улучшение городской инфраструктуры, улучшение городской среды, улучшение общественных пространств, парков, тех же самых музеев и транспортной доступности. Насколько я знаю, в ваших планах еще и сделать Ульяновск центром промышленного туризма стран БРИКС? Все верно. Это вектор, который сейчас команда города планирует окончательно утвердить в развитии туризма. Это связано с тем, что основой экономики города на сегодняшний день является промышленность. И сейчас наша промышленность, которая является традиционной, трансформируется в высокотехнологичное производство. И для устойчивого развития города необходим новый мощный драйвер развития. Для этого мы хотим с помощью туризма привлечь на эти предприятия новых работников, новых сотрудников, которые станут новыми ульяновцами. Мы понимаем, что уже сегодня все предприятия города начинают испытывать кадровый дефицит. Быстро обучить такой объем сотрудников действующие наше образовательное учреждение не могут и не успеют. Но этот вопрос, кадровый дефицит, нужно как-то решить. И, соответственно, идея промышленного туризма такова, что человек, даже если ребенок приехал на предприятие, возможно, это будет профориентация, возможно, он домой увезет магнитик, на котором будет написано интересное предложение о потенциальной работе, и родители дома уже увидят этот магнитик, среагируют на него, и, возможно, заполнить анкету и трудоустроиться на это предприятие. И получается, что турист, который приехал, он уже один раз помог городу, пополнив бюджет. Затем он сможет стать нашим, так скажем, соседом. Может быть, по квартире, по дому, либо еще как-то. Он останется жить в нашем городе. И чем больше людей приехало, гостей к нам в город, тем больше денег поступило в бюджет, тем меньше кадровый голод на предприятиях. То есть, если мы хотим получить улучшение нашей городской инфраструктуры, на это нужны средства. Туризм – это драйвер для увеличения нашего бюджета. Александр Олегович, план хороший. Удачи вам, пусть все получится. И хорошего дня. Это «Вести Ульяновска». Мы продолжаем выпуск. Беспечный отдых на воде приводит к трагедиям. Количество погибших с начала купального сезона в Ульяновской области составляет 20 человек. В связи с этим сотрудники МЧС провели на центральном пляже специальные занятия, на которых показали, как спасать утопающих и оказывать им первую помощь. Два вдоха. Два резких вдоха. Не просто подули ему, а два резких. Наглядная лекция, переходящая в практику, проводится на спасательной станции возле центрального Волжского пляжа. В качестве слушателей – ульяновская младежь из движения первых, а также сотрудники Росгвардии. Для них это повторение пройденного, но весьма нужного материала. Просто освежить память. Тем не менее, сотрудники у нас этому обучаются, они этого делать умеют. Ну и для общего развития в жизни, как бы всем, не помешало бы тоже это знать. Бывают ситуации, когда возможно при необходимости оказать помощь сотрудникам МЧС. Сами сотрудники МЧС делают все, чтобы занятие было максимально наглядным. Руководитель пресс-службы главного управления Любовь Батманова даже облачилась в специальный костюм, чтобы не раз и не два оказаться в воде. Ей предстояло играть роль жертвы, которую в этот день будут спасать. Безопасность должна быть модной. Она должна быть на самом деле от истоков и до сегодняшних моментов. Они должны выработать на автомате. Для того, чтобы действительно оказать помощь нуждающимся, мы стараемся поставить такой урок, чтобы показать мастер-класс, для того, чтобы это было наглядно. Спасать пострадавшую, к счастью, на этот раз условную, предстоит при помощи опытных ульяновских спасателей. Техника подачи, соответственно, вот себя, да, на вытянутой руке подается спасаемому. Однако даже с инструктором сразу точно бросить средства спасения получается далеко не у всех. А это еще одно напоминание о том, что с водной стихией не шутят. И уж ни в коем случае не стоит рисковать и купаться в запрещенных местах. Спасатели управления гражданской защиты Ульяновска дежурят на центральном Волжском пляже. Однако контролировать всю акваторию реки просто невозможно. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Весть Ульяновск. Град Петра в судьбе Федора Тютчева такое название носит новая выставка, которая открылась в Доме Языковых. В выставочном зале около 40 предметов и собраний Брянского государственного музея заповедника Тютчева «Овстук». Среди них литографии с видами Петербурга и его окрестностей. Портреты членов семьи поэта, а также коллег по цеху и друзей, которые сыграли важную роль в его жизни, в числе которых Достоевский и Некрасов. Идея проекта рассказать о жизни выдающегося русского поэта и дипломата в городе на Неве. Почему Град Петра? Потому что Федор Иванович Чучев, вернувшись из-за граничной своей поездки, вернее не поездки, наверное, а своей работой, которая продолжалась практически 20 лет, и он возвращается и семьей селится в Санкт-Петербурге, где происходят практически все основные события его жизни. Это и, конечно, работа, это и личная жизнь, и, конечно, он уже потом умирает в Санкт-Петербурге. Узнать о жизни Чучева и людях, которые, несомненно, повлияли на него самого, можно в Доме Языковых. Выставка будет работать до конца лета. Соединяя берега Отечества, в областном центре открылась выставка епископа Александровского и Юрьев Польского Иннокентия и заслуженного художника РСФСР Бориса Французова. О том, что отличает работы художников и почему на них стоит посмотреть вживую. Репортаж съемочной группой «Вестей». Колыбель национального характера и глубинный свидетель истории. Все это о просторах России. Именно их запечатлели авторы на своих полотнах, выполненных в необычной технике графики, а также классического и цветного афорта. Это гравюра. Гравюра на металле. Цветная гравюра. Ее там много названий. Афорт, мягкий лак. Но все это объемлится одним словом. Гравюра на металле. Делается печатная форма с механическими способами. Потом забивается краской и оттискивается на бумагу. Под давлением подсиняем. Соединили берега Отечества творческими силами двух художников. Епископ Иннокентий, архитектор и иконописец. В 80-х годах 20 века приобщился к церкви, помогая украшать православные храмы. А Борис Французов был одним из ведущих российских графиков последней трети 20 века. Мастер ушел из жизни более 30 лет назад, оставив в наследие свои знаменитые графические картины. Выставка, мне кажется, очень интересная. И для нашего города явно будет иметь большую пользу для тех, кто будет посещать ее и знакомиться с творчеством Владыки Иннокентия. Я считаю, что это хороший пример сотрудничества епархии и Министерства культуры области. Я думаю, что это далеко не последний наш совместный проект. Название выставки «Соединяя берега Отечества» созвучно мировоззренческим поиском авторов. И важно отметить, что «берега Отечества» это не географическое понятие, а чаяние и надежды людей, живущих в разных местах нашей Родины. На мой взгляд, главная ценность этой выставки, что она не только соединяет берега, но она должна обязательно соединить человеческие сердца. Потому что здесь все о человеке, о том, как он существует в этом замечательном мире, подаренном ему. И каждый, кто, полагаю, посмотрит эту выставку, должен еще и еще раз задать себе вопрос, а как я проживаю свою жизнь и какой след я оставлю после себя. Насладиться видами родных просторов и погрузиться в берега Отечества ульяновцы смогут и до 8 сентября в областном художественном музее. Мадина Исмаилова, Сергей Николаев и Юрий Конихин. Вести. Ульяновск. И о спорте. У наших футболистов серьезные цели. После завершения трехнедельного сбора в Подмосковье футболисты ульяновской «Волги» провели первую тренировку на поле центрального стадиона «Трут» и отметили высокое качество газона. В команде больше 10 новых игроков, а также обновленный тренерский штаб. В минувшем сезоне «Волга» заняла шестое место в группе «Серебро» второй лиги. Сейчас же поставлена задача оказаться в четверке лучших и перейти к зиме в группу «Золото». Ну, мы хотим играть в комбинационный футбол агрессивно, стараться создавать много моментов в чьих ворот и минимизировать у своих. Будем стараться радовать своей игрой болельщиков. В принципе, это все футбольные моменты. То есть, что-то прям сверхъестественного такого нету. Все в процессе, все ребята понимают, адаптируются, все хорошо. Новым наставником команды в межсезонье стал 57-летний Михаил Белов. Весной скромная «Калуга» под его руководством стала третьей и как раз получила место в группе «Золото». Чего не смогла добиться ульяновская команда. Тренера называют приверженцем атакующего футбола. Его намерен прививать и обновленной «Волге». При этом Михаил Владимирович понимает, на старте сезона команде будет непросто. Собрать, правда, тяжело. Очень мало времени, практически. Чуть больше 20 дней. Всегда это очень сложный отрезок. Сразу говорю, ну, немножко набраться терпения и нам, и руководству, и болельщикам. Говорится, знаете, цыплят по осени считают. Промает именно завершающая стадия. Скажу, что мы над этим много работаем. И сейчас мы в эти три дня будем много именно завершения работать. Ну, то есть, еще раз, есть положительный момент по качеству игры, по контролю. Первый матч нового сезона 20 июля. «Волга» сыграет на выезде против «Химика» из Держинска Нижегородской области. Первый домашний поединок 27 числа. В этот день в Ульяновске ждут брянская «Динамо». На этом все вести. Увидимся в 14.30 на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова